Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии Ростислав Белык. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Для устранения нарушений областной перинатальный центр закрыли на несколько недель. Здравствуйте! Это механики. Где мы сейчас находимся? Как связано? Как меня слышно? Два эксперта на 2000 лифтов. В регионе начата проверка грузоподъемных механизмов в многоквартирных домах. Выдавлен вот этот рисунок, который вы можете увидеть в золоте. Мировые филаталистические шедевры и их золотые копии. Уникальная выставка в музее изобразительного искусства. Здесь собрались одни из самых лучших спортсменов Российской Федерации. Борцы из 12 регионов померились с силой. В Орле прошли масштабные соревнования по вольной борьбе. Более 70 килограммов наркотических средств изъято из заборота в минувшем году. Данные были озвучены на расширенном заседании коллегии управления ФСКН России по Орловской области. Эдуард Аблязов подвел итоги служебной деятельности за минувший год. Пресечено и зарегистрировано 185 наркопреступлений, которые были совершены группами лиц из двух и более участников. Следственные оперативные меры позволили раскрыть 47 групповых квалифицированных наркопреступлений. Из них 35 совершены организованными преступными группами и 12 группами лиц, действующими по предварительному сговору. В итоговом заседании коллегии приняли участие представители ряда ведомств, а также заместитель председателя правительства Виталий Утешев. В рамках коллегии за профессионализм и служебные показатели ряд сотрудников получили ведомственные награды, а также почетные грамоты губернатора и облсовета. Акушерские отделения, отделения реанимации, интенсивной терапии и патологии новорожденных и недоношенных детей Орловского перинатального центра закрыты до особого распоряжения. В правительстве региона говорят, что может потребоваться 3-4 недели для того, чтобы перинатальный центр начал работать в обычном режиме. Зам. предправительства по социальной политике Сергей Ступин и руководитель департамента здравоохранения Александр Лялюхин в понедельник во время встречи с журналистами рассказали о сложившейся ситуации, а также о мерах по оказанию помощи женщинам и новорожденным. Напомню хронологию событий. Итак, с 3 января по 18 января в Орловском перинатальном центре было 8 случаев летального исхода у родившихся детей. Причины смерти были разные, в том числе врожденные пороки, задержки внутриутробного развития, тяжелые ситуации, связанные с недоношенностью. 14 января по распоряжению губернатора была создана комиссия. Из тех 62 женщин, которые на момент пятницы в 8 часов вечера находились в отделении патологии беременности, 19 были переведены в городской родильный дом, 21 была переведена в больницу имени Боткина. И оставшиеся на сегодняшний, на тот момент оставшиеся 22 женщины готовились после предварительного дообследования к плановой выписке домой. Напомним, в минувшую пятницу губернатором Орловской области Вадимом Потомским принято решение о приостановке работы областного перинатального центра для устранения выявленных нарушений в работе и проведения профилактических мероприятий по санитарной обработке. Как указано на официальном сайте администрации региона, комиссия Росздравнадзора и Роспотребнадзора с участием главного специалиста Минздрава Российской Федерации по перинатальной медицине профессора Дмитрия Иванова, проверяющая по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой Орловский перинатальный центр, выявила ряд нарушений. О том же говорил и Сергей Ступин на встрече с журналистами. Экстренно было направлено письмо в департамент здравоохранения. Это письмо о нарушении лицензионных требований и условий. Здесь отражены нарушения и в конце требования незамедлительно пресечь нарушение законодательства Российской Федерации. На сегодняшнее утро из 52 женщин находятся в перинатальном центре 32-32. Их ежедневно смотрят совместно специалисты акушерогинекологи перинатального центра и специалисты неонатологи детской областной клинической больницы. Если по медицинским показаниям ребенку нужно долечивание в условиях отделения педиатрии, таких было 5 за истекший период, их переводят в детскую областную больницу. Если со стороны мамы и со стороны ребенка никаких противопоказаний нет, их выписывают домой. Вся ситуация в перинатальном центре находится на личном контроле губернатора Вадима Потомского. Мы с Александром Анатольевичем каждые 2 часа отзванивались и докладывали Вадиму Владимировичу, какая обстановка и по роженицам, и по детям, и какая обстановка в роддомах, куда переводим. Как отмечают в правительстве, отделение гинекологии, центр планирования семьи и поликлиника медучреждения не закрыты. У Росздравнадзора к ним претензий нет. Что касается штата перинатального центра, то он усилен неонатологами детской областной больницы. И в продолжении темы. На сайте Департамента здравоохранения размещен телефон горячей линии по вопросам медицинского обслуживания в учреждениях, говорят в правительстве региона. Ситуация в перинатальном центре обсуждалась и на аппаратном совещании у губернатора. Наталья Пехтерева далее с подробностями. Городская больница имени Боткиной и Орловский родильный дом сейчас принимают пациентов перинатального центра. Мест в двух учреждениях достаточно, констатирует в правительстве региона. На аппаратном совещании губернатор Вадим Потомский дал ряд поручений. Ситуацию глава области не раз обсуждал с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и полномочным представителем президента России в ЦФО Александром Бегловым. Еще одна горячая тема уже для всей страны – заболеваемость гриппом. Сергей Афанович, самый жесткий контроль по гриппозным заболеваниям. Вирус распространяется. Не могу сказать, что в Орловской области мы превысили эпидемический порог. Мы его не превышали. Пока на сегодня не превышаем. Тем не менее, провести разъяснительную работу Татьяна Анатольевна в школах, чтобы преподаватели, классы руководителей объясняли детям, что если вдруг появляются какие-то симптомы, надо сразу же обращаться, потому что грипп нехороший, и нужно, чтобы никто никаким самолечением не занимался. Все необходимые препараты, медикаменты, оборудование, все, что нужно для того, чтобы вылечить этот грипп на территории Орловской области и в целом Российской Федерации, поверьте, есть. Мы абсолютно сегодня укомплектованы всеми медицинскими препаратами в нужных объемах. По поручению губернатора на каждом оперативном совещании члены правительства возвращаются к теме подготовки к юбилею. Среди объектов два медицинских. 10-15 февраля планируют открыть новый корпус детской больницы. 1 марта перинатального центра. Подрядчики усиленно работают. Ну, все на контроле держим. Каких-то сейчас особых пометок делать, но не имеет смысла. Все в рабочем режиме решается. Тепло дали в параклинический комплекс. Также на аппаратном совещании были подведены итоги исполнения областного бюджета за 2015 год. Вадим Владимирович, в 2015 году в полном объеме исполнены, как вы и нас нацеливали, все первоочередные статьи расходов, такие, как заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства, соцвыплаты и меры соцподдержки населения, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам, медикаменты, питание, стипендии. Была озвучена на аппаратном совещании хорошая новость, очень актуальная в день студента, который отмечается 25 января. Минобранауки присвоила статус опорного Орловскому государственному университету имени Тургенева. На всероссийский конкурс подали заявки вузы 40 регионов. В итоге 11 из них получили статус опорного. Кроме того, Орловскому госуниверситету будет выделяться дополнительное финансирование из федерального бюджета в течение трех лет. Наталья Пехтьева, Сергей Рудник, телеканал Первый областный. В областном центре проверяются грузоподъемные сооружения в многоквартирных домах. Осмотры лифтов идут не так быстро, как хотелось бы проверяющим структурам. По какой причине бывают проволочки, выясняла Виктория Юркова, которая побывала в рейде вместе с экспертами. Гром грянул в Подмосковье, проверки начались по всем регионам России. В Орле к оценке тех состояния лифтов подключили специалисты всех структур. Надо проверить и техническую документацию, и эксплуатацию лифта. То есть сами агрегаты, да? Да, и сами агрегаты, и будут специализированные организации, которые обслуживают, проводят техническое обслуживание, ремонты данного лифта. Маринченко-23 стал первым адресом в списке проверяющих лифт 2009 года. Относительно новый. Появился в этом доме по программе капитального ремонта. Здравствуйте, это механики. Где мы сейчас находимся? Как связь? Как меня слышно? Общение с диспетчером не самое главное. Важнее всего говорили проверяющие посмотреть технические особенности данной грузоподъемной конструкции. ЧП, которое сподвигло проверяющих выйти на места, случилось в Подмосковье в начале 2016 года. Напомним, тогда рухнул новый лифт. Возможно, поэтому внимание орловских проверяющих приковано к относительно новым конструкциям. В декабре месяце смонтировали лифт. Нареканий по данному лифту нет. А предыдущий, например, как ты говоришь? Предыдущий тоже самое. Он 2009 года смонтировал лифт. Я считаю, что отвечает требованиям. Срок эксплуатации любого лифта 25 лет. В областном центре 40% подъемных сооружений, отработавших свой срок и продолжающих перевозить жителей многоквартирных домов. Раздольная 43 – один из таких, как смогла убедиться комиссия. Зайдя в машинное отделение лифта, сразу нашли нарушение. У них не такое же безобразие должно. Что же до лифта, то он по возрасту равен дому. То есть эксплуатируется с 1993 года. А это значит, что через два года эту грузоподъемную конструкцию должны либо заменить, либо продлить срок ее работы. Именно этот лифт, кстати, недавно управляющая компания пыталась подлатать. Его эксплуатация, конечно, будет продлена, но ресурс у лифта не очень большой остался, особенно тех частей электронных, которые не совсем правильно работают. Из-за того, что его эксплуатируют люди сами. Где-то двери передержали, где-то перегрузили его. В жилищной инспекции говорят, в Орловской области жалоб от жителей, связанных с плохо работающими лифтами, гораздо меньше, чем в регионах соседних. Раз в месяц все две с лишним тысячи грузоподъемных конструкций проходят обследование специализированной организацией. Я вам скажу откровенно, что в Орловской области можно даже похвастаться такое слово применю в плане того, как у нас содержится лифтовое хозяйство. Практически, если вы услышали, что из 10 тысяч обращений, которые поступили в органы жилищного надзора, 22 обращения, которые были по лифтам, это практически, можно сказать, совсем ничего. И проблема содержания, ремонта лифтов – это не проблема управляющих организаций. На такие внеплановые проверки у орловских специалистов есть пара месяцев. Правда, члены комиссии боятся не успеть уложиться в сроки. Хотя бы потому, что в Ростехнадзоре проблемами грузоподъемных конструкций занимается всего два человека. А значит, один специалист должен проверить больше тысячи лифтов. Виктория Юркова, Владимир Назрачев, телеканал «Первый областной». Напомним, поручение проверить все лифты региона дал губернатор Вадим Потомский еще в сентябре этого года. Сегодня на аппаратном совещании эта тема вновь прозвучала. В рамках программы капитального ремонта в прошлом году заменили всего 40 лифтов, а в этом году привести в порядок планируется еще 98. Оплатить услуги ЖКХ, не выходя из дома, теперь могут орловские пенсионеры. Все они участники проекта «Электронный Орловец». С новоиспеченными компьютерными пользователями встретилась Екатерина Соленкова. Теперь общаться в интернете и смотреть фильмы онлайн может не только молодое поколение. В течение трех месяцев орловские пенсионеры постигали азы компьютерной грамотности. Итог – вот такие дипломы. Уверенными пользователями ПК стали несколько десятков орловских пенсионеров. На прошедших выходных им были вручены сертификаты об окончании специальных курсов, открывших пожилым людям новые горизонты. Впервые многие из них переступили порог учебного класса, не обладая и простейшими навыками работы с клавиатурой и мышкой. Однако теперь пенсионеры способны дать фору любому продвинутому юзеру. Уже пусть мы еще получили начальное здание, но мы уже умеем зайти в компьютер, перейти на сайт, найти нужные документы необходимые по работе в законодательстве, отправить почту. Перейти с компьютером на «ты» пожилым людям удалось благодаря проекту «Электронный орловец». В течение восьми лет его реализует региональная общественная организация социальной поддержки населения «Красный мост». За это время мир цифровых технологий открыли для себя более двух тысяч пенсионеров. Для пенсионеров, которые никогда не открывали и не включали компьютер, для них это как для ребенка открыть букварь. Но ведь самое главное начать читать, научиться. Как человек будет много читать и как быстро зависит от самого ученика. Обычно так я им и говорил. Открываем букварь, научимся. Дальше будет намного легче. Столь интересную инициативу поддерживают как на федеральном, так и областном уровне, обещая непременное развитие проекта. Действительно, они уже хотят и не то, что сами писать программы, но, во всяком случае, то, что им это интересно, это уже вселяет надежду, что мы и дальше будем продолжать программу, вторичные курсы организовывать. Конечно, будем заниматься этим. Пройдя базовый курс, орловчанам не терпится углубиться в предмет. Сегодня они практикуют полученные знания дома. По такому случаю многие из пенсионеров даже обзавелись собственной техникой. Купил компьютер, сейчас сижу, там новости смотрю, фильмы смотрю. В общем, интересно. Хотели мы второй раз пойти, но раз курс уже набрался, мы, конечно, отступили. Но нам очень нравится. И в дальнейшем, чтобы, значит, это продолжалось. Екатерина Соленкова, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Ударные выходные выдались у абонентов компании «Теле-2». Они не только тестировали скорость своего интернета, но провели субботнее утро в необычном формате. Сотовый оператор подвел итог акции «Вызов в интернет». Виктория Юркова также была на связи. Для финалистов акции «Вызов в интернет» мобильный оператор разработал настоящий квест. Музей занимательных наук стал отправной точкой. Руслан, вам тоже достается пин-код, название команды, мы это сразу влечем. Акция «Вызов в интернет» длилась два месяца. За это время участники, а их набралось более 800 абонентов, накачали больше 3,5 тысяч гигабайт. Они доказали, что отлично ориентируются в интернет-пространстве, но ориентироваться в реальности оказалось непросто. Территория поиска, детский парк, муфтеатр. Лидеры наметились сразу, быстро оторвавшись от соперников. Задания проходили в режиме онлайн, на мобильные устройства. Человечество совершило гигантский прорыв в сфере высоких технологий. Наконец-то был создан искусственный интеллект. Программа получила название «Искин». И сейчас командам, участвующим в квесте, необходимо доказать, что человек ошибаться может, а скорость интернета никогда не подводит. Вне зачета своей силы проверили и журналисты. Искали нулевой километр, узнавали расписание Мариинского театра, ловили спецсеть Wi-Fi. В общем, скоростной мобильный интернет нужен был ежеминутно. Квест – это заключительный этап акции «Вызов в интернет». Целью которой был разрушить стереотип, что экономичный – это значит некачественный. Задания участникам и их ответы поступают в режиме онлайн и специально созданный движок. Поэтому логика участников и скорость интернета от Теледва – это залог победы в этом квесте. Многие впервые приняли участие в квесте и незаметно для себя съели записки с кодами. В общем, на смекалку жалобы были, а на интернет – нет. Отлично все работало, в центре работает все идеально. Да, Теледва – это пора. Спасибо чудесной компании за этот квест, который проведен. Было интересно, занимательно и увлекательно. Квест завершен, но только не акции мобильного оператора. Представители Теледва пообещали и дальше радовать обонетов качественной экономичной связью и интересными проектами. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Мировые филателлистические шедевры прибыли в «Орел». У коллекционеров есть целый месяц, чтобы увидеть оригиналы воочию. И не только их, но и золотые копии уникальных марок. Кстати, компания, которая привезла в «Орел» экспонаты, известна горожанам по выставкам Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Новая экспозиция открылась там же, в Музее изобразительного искусства. Еще до начала самой выставки журналистов огорошили. Не все представленные в зале экземпляры застрахованы. А потому, говорил владелец мирового филателлистического шедевра, орловские журналисты стали участниками закрытого показа Тифлийской уники. Золотые реплики марок, причем именно самых первых, ну практически, наверное, найти в Российской Федерации невозможно. Только у частных коллекционеров, может быть, те, кто занимается этим специализированно. Эта выставка в «Орле» стала третьей в России, где можно было рассмотреть ту самую тифлийскую унику. За месяц до этого ее видели филателлисты Воронежа, а 9 лет назад шедевр предстал перед столичными коллекционерами. Собравшиеся на открытии выставки в «Орле» признавались, многие до сих пор помнят увлечение из детства. Марки, которые каждый из нас присутствующих собирал в детстве, в том числе я, это маленькие окна в большой мир, а иногда даже в космос. Марки – это первое приобщение к высокому искусству и высокой культуре. И Россия здесь является одной из марочных империй. Наверное, 90% мальчишек в Советском Союзе собирали марки. Конечно же, очень интересно посмотреть на тифлийскую унику, но мне очень интересно посмотреть марки Королевства Лесоты. Уникальный экспонат буквально приворожил посетителей. Такого интереса к экземпляру своей коллекции Виктор Гитин не ожидал, ведь вокруг под стеклом знаменитые филателлистические редкости. Кстати, в день открытия многим десяткам орловчан удалось вблизи увидеть то, что, во-первых, во всем мире оценивается в миллионы долларов, а во-вторых, есть в коллекции всего у нескольких людей в мире. Выдавлен вот этот рисунок, который вы можете увидеть в золоте. Истинный филателлист знает, что реплики служат лишь демонстрационным материалом, несмотря на то, что выполнены в золоте. А вот сами марки – это отражение времени и государства, где она появлялась. Нет, такую, это мне не по карману, тут даже разговора нет. Я не настолько богатый человек, поэтому такие вещи. А я собираю хронологию. Кстати, о хронологии. На выставке в музее ИЗО можно было увидеть и черный пенни. Это самая первая марка в мире, выпущенная в Великобритании и датируемая 1840 годом. Членам Орловского правительства наряду с другими посетителями выставки было интересно не только увидеть подлинные экземпляры первых марок мира, но и послушать. Удивляюсь по знаниям тех людей, которые представляете. Двойная Женева. Значит, это была Швейцария, была третья страна, и она тогда еще была достаточно раздроблена, и выпуски были по кантонам. Марки, возникшие более 150 лет назад, по сути, говорят филателлисты, являются произведениями искусства. На графику в миниатюре, а до того, как эти бумажные квадратики стали выпускаться типографским способом, про них именно так и говорили, могут посмотреть орловчане. Правда, на выставку золота филателлии не стоит идти без лупы. Виктория Юркова, Сергей Рудев, телеканал Первый областной. К новостям спорта. Решить исход боя одним броском, положив соперника на туше. Впервые в Орле прошли масштабные соревнования по вольной борьбе. Сильнейшие борцы из 12 регионов России приехали, чтобы показать свое мастерство. Расскажет Андрей Деркач. Богатырской силушки этим ребятам не занимать. Постоянные тренировки позволяют добиваться не только физической закалки, но и способствуют выработке тактики, координации и увеличения скорости движений. Здесь собрались одни из самых лучших спортсменов Российской Федерации. Я надеюсь, что это будет добрая традиция, ежегодно уже будут организованы эти турниры в память нашего великого соотечественника, маршала советского Саульза Куликова. По словам организаторов, турнир такого масштаба впервые в нашем городе. Приехало 10 областей, плюс команды, которые из простеньких городов. Около 20 команд у нас получается. Около 70 участников в первый день соревнований. Завтра еще будет столько же участников у нас. То есть получается около 150 борцов примут участие на наших всероссийских соревнованиях в городе Англии. На ковре исход поединка может решить один бросок. Даже проигрывая по очкам, положив на лопатки соперника, можно одержать победу. Любое сбивание со стойки или бросок, или проход для ноги со сбиванием в опасном положении оценивается максимально 4 балла. Можно по баллам выиграть или чисто технически, если разрыв достигает 10 баллов. Ну, можно проигрывать и сделать один бросок и положить на туше. Да, туше, да, срочная уже победа. Хозяева ковра от города и Орловской области к участию заявили порядка 30 борцов, в числе которых мастер спорта Рамзан Аздаев. Борьбой занимается более 12 лет. Равных на ковре в этот день ему не оказалось. Победив в трех сватках, он обеспечил себе первое место. Первые два, ну так, нормально, а вот в финале седьмой был соперник. Побывал на ковре в этот день и сын олимпийского чемпиона СССР Санасара Ганесяна Размик. После прерыва в тренировках он приехал в Орел попробовать свои силы. Ему досталось почетное третье место. Это такое было подготовительное соревнование. То есть я смотрю, как функционально, тактическую, ну где-то психологическую настроить свой. И уже понимаю, могу я сейчас начинать или нет. Ну, соревнования показали, что надо работать, ну в принципе. Сможно быть, у тебя схватка была сложной за вот эти места? Вы знаете, я могу сказать, что в принципе схватка была не сложной, но функциональная подготовность у меня была ниже среднего, поэтому все-таки в какой-то мере, да. Андрей Деркач, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 088. В студии был Ростислав Белык. Всего доброго. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь». Меняйся к лучшему. Приходи. Орел. Рощинская, 12. Звони. 33 05 93. Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44 40 20. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Тюрин и Станислав Иванов. Субтитры сделал DimaTorzok